Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам очень интересный стильный дизайн-проект двухкомнатной квартиры, который мы создали для наших подписчиков из города Котлас, Англиской области. Хочу отметить, что все работы по проектированию мы ввели удаленно. В этом видео я подробно разберу состав проекта и расскажу про детали, которые сделали его уникальным. Перед вами титульный лист. Проект состоит из 52 листов. Помимо чертежей и визуализации в него входят подробные ведомости материалов и изделий. Далее следует блок визуализации. Это реалистичное изображение квартиры по завершению всех работ, включая расстановку мебели. Каждое помещение представлено в нескольких ракурсах. Хозяева могут оценить дизайнерские решения и заранее внести корректировки. Строителям визуализации помогают понять, что в итоге должно получиться. Из планов и других чертежей не всегда до конца ясно, что задумал дизайнер. Далее покажу, как это работает. Перед тем, как приступить к работе над проектом, мы просим заказчиков изложить его обязательные требования к интерьеру квартиры, а также дополнительные пожелания, эстетические предпочтения и многое другое. При создании проекта дизайнер опирается на данные из запросного листа. Обмерный план. Обычно обмерные работы выполняют сотрудники нашей компании, но в этот раз обмер квартиры сделали местные строители. На плане видно, что все стены и перегородки возведены из кирпича. План демонтажа. Заказчики поставили две главные планировочные задачи. Создать зону гостиной в спальне и увеличить площадь помещения за счет приседения лоджии. В проекте был предусмотрен демонтаж фрагментов стен, который был согласован с заказчиками в соответствующих органах. Во внутренней стене мы предложили сделать проем шириной около двух метров от пола до уровня низы балки перекрытия. Она обозначена на плане демонтажа голубыми пунктирными линиями. Стена не несущая. Устройство проема не повлияло на ее техническое состояние. Дверные проемы в спальне и детской скорректированы под установку скрытых дверей. Как только будет демонтировано окно с балконной дверью, часть наружной стены в спальне также нужно удалить. Стенки ванной комнаты подлежат сносу. В существующие границы не вписываются приобретенные хозяевами чугунная ванна. К тому же смещение стен требуется и для удобного расположения тумбы под раковину и стиральную машины. Следующий шаг – возведение новых перегородок из газобетонных блоков толщиной 100 мм и черновая отделка вертикальных конструкций. В местах устройства встроенных шкафов и подвесной мебели важно обеспечить точную параллельность стен и прямоугольность углов. На плане монтажа возводимых перегородок такие конструкции обозначены красными линиями. Здесь надо сказать еще об одной установке – предусмотреть как можно больше мест хранения. Выполнение этого требования закладывается уже на этапе возведения перегородок. В детской и в спальне возводим перегородки для формирования зон хранения. Вдоль стен в комнате сына выполняем стальное усиление стен с целью дальнейшего монтажа подвесной мебели. Взгляните, как на визуализации выглядит встроенный шкаф в спальне. Под сокулю смонтирована светодиодная лента скрытого освещения, что создает иллюзию парящего шкафа. Ручки отсутствуют, как и хотели наши заказчики. Детская подвесная кровать со скрытой подсветкой вызывает ассоциацию со сказочным ковром-самолетом или фантастической летающей тарелкой. Потрясающая идея придает уникальный характер этому интерьеру. У входной стены предусмотрена короткая перегородка, которая станет одной из опор для крепления дверей встроенного шкафа. Со стороны кухни также будет маленькая перегородка. Она формирует проход на кухню и закрывает торец кухонного гарнитура. Напомню, что размеры стенок ванной комнаты определены с учетом габаритов ванной и стиральной машины. Посмотрим, как выглядит встроенный шкаф в прихожей на визуализации. Свет из кухни отражается от светлых стен и проникает почти до входной двери. Обратите внимание, что на перегородке, помимо выключателя, установлены видеодомофон и терморегулятор. На противоположной стене большое зеркало над кухом. В санузле спроектирована гипсокартонная перегородка. Она закрывает канализационный стояк и другие инженерные коммуникации. В полученном отсеке будет смонтирована система инсталляции для подвесного унитаза. На визуализации перегородка закрыта декоративными панелями. На этапе обсуждения дизайн проекта заказчики сообщили, что им нравится текстура бетона. Наш дизайнер предложил использовать для отделки ванной комнаты и санузла керамогранит под бетон. В проем в стене между кухней и мастер-спальней устанавливаем светопрозрачную конструкцию, то есть остекленную перегородку на базе стального каркаса. Прозрачный фрагмент стены объединяет общественные зоны в спальне и на кухне. Если опустить рулонную штору, то эта связь прерывается. Два смежных помещения имеют общий декоративный элемент, фрагмент стены с каменным рельефом. Теперь перейдем к реконструкции лоджии. Для ее остекления выбраны оконные конструкции с двухкамерными стеклопакетами и с такими же рамами, как и в окон во всей квартире. Стены ограждения утепляем. Проем с одной стороны закладываем газобетонными блоками, то есть сокращаем его шейну на 225 мм. Благодаря удлиненному выступу в лоджии образуется ниша для встроенного шкафа. Давайте посмотрим, как лоджия выглядит на визуализации. С одной стороны торцевая стена декорирована мягкими панелями серого цвета. Такое же изделие закрывает верх подъема. Получилась кушетка от Таманка. Можно с удовольствием любоваться видом из окна. Или в спокойной и уединенной обстановке поработать на удаленке. Для этого к стене прикреплен консольный столик. Следуя пожеланиям заказчиков создать как можно больше систем хранения, наши дизайнеры разработали подиум, в который в виде ступеней интегрированы модули, в которые можно убрать разные вещи от комплектов постельного белья до домашнего архива. Еще один важный момент. При демонтаже участка стены пришлось убрать и доставшуюся от застройщика чугунную батарею. Чтобы обеспечить тепло в этой квартире, на торец проема установили элегантный трубчий радиатор. План расстановки мебели и оборудования. На нем указано расположение мебели, бытовой техники, сантехнического оборудования, отопительных приборов с размерами, пояснениями и примечаниями. Здесь мы видим для чего нужны перегородки и как вписываются предметы мебели и оборудования в заданный объем. По желанию заказчиков, интерьер квартиры оформлен в едином стиле джапанде, сочетающем в себе черты японского минимализма, и скандинавского стиля. В комнате 12-летнего сына нет привычного детского антуража. Это скорее личное пространство, увлеченного учебой и спортом взрослеющего подростка. Интерьер на вырост. Таково было пожелание наших заказчиков. План чернового пола. В этой квартире предусмотрена укладка напольного покрытия из кварцевого ламината или, как его еще называют, кварцвинила. Черновой пол по всей квартире выводится на один уровень без перепадов и ступеней. Его толщина и структура зависит от ряда факторов, геометрических недостатков плиты перекрытия, внедрения скрытой отопительной разводки и теплого пола, наличия шумозащитного слоя. Черновой пол должен быть абсолютно ровным, ведь толщина кварцевого ламината всегда 4 мм, и даже незначительный дефект может испортить впечатление от напольного покрытия. Вот так разводка спрятана от глаз. В интерьере нет стальных и разводящих труб. План отделки пола. Здесь важна раскладка плана кварцевинилового ламината. Напольное покрытие имеет фактуру светлого дуба, точнее дуба марракеш. Выглядит так, как будто по всей квартире уложен элитный дубовый паркет. При всей своей внешней натуральности кварц практически не подвержен истиранию, не боится воды и славится своими противопожарными качествами. Как мы уже сказали ранее, заказчики хотели, чтобы потолки в квартире были ровными и матово-белыми, без люстр и других точных источников света. Освещение комнат обеспечивается за счет скрытой контурной подсветки. В ванной комнате и санузле предусмотрены влагостойкие натяжные потолки. В других помещениях потолочная плоскость выполнена из гипсокартона. По ее периметру сделаны ниши для установки электрокарнизов, рулонных штор и светодиодные ленты системы освещения. План отделки стен. На этом чертеже указаны материалы и изделия для декорирования квартиры. Никаких глянцевых поверхностей и ярких акцентов. Цветовая гамма подобрана в соответствии с пожеланиями заказчиков. Стены в мастер-спальне, прихожей и кухне окрашены краской пудрового оттенка. Все данные о материалах финишной отделки можно найти в спецификациях в заключительной части альбома. В детской стена с закрепленной подвешенной кроватью облицована деревянными панелями и зеркалами от пола до самого потолка. Деревянные панели гармонируют со столешницей, письменного стола и консольной тумбой под телевизором. Кстати, заказчики оговорили, что столешница захватывала и подоконник. Светло-серые стены и зеркала зрительно увеличивают объем помещения. На этой визуализации хорошо видно, насколько достоверно смотрится кварцевый паркет. Переместимся на кухню. Кухонный фартук занимает всю стену от уровня столешницы до потолка. Для его облицовки выбрали керамогранитные плиты под мрамор. Это единственное место в квартире, где использованы накладные потолочные светильники, чтобы усилить освещение рабочей поверхности. Сводный план электрики. Здесь показаны все розетки, выключатели, терморегуляторы, светодиодная лента, скрытые подсветки, потолочные светильники в кухне, кабельные выводы для бытовой техники и других потребителей электроэнергии. Силовые слаботочные щиты размещены во встроенном шкафу в прихожей. На планах расположения розеток и выключателей показаны иконки, обозначающие определенный тип электроустановочного изделия. Данные о розетках приведены в ведомости в конце альбома. Розеточные группы мы видели на визуализациях детской комнаты. Очень красивый план расположения выключателей. Изогнутые разноцветные линии связывают эти электроустановочные изделия с потребителями электроэнергии, которыми они управляют. В выключателе также внесены в ведомость. Один из выключателей мы уже видели на визуализации прихожей, а на этом изображении представлены терморегулятор и выключатель на торце проема лоджии. Изделия безупречно вписаны в стилистический контекст интерьера. Попутно хотелось бы обратить ваше внимание на симпатичный шкафчик с подсветкой цоколя. Здесь же проставлены выводы кабелей для электропитания осветительных приборов. Этот чертеж в помощь специалисту электрику, который будет осуществлять предварительное подключение так называемой черновой электрики и проводить штатное тестирование осветительной сети. Здесь будет уместно сказать, что заказчики особо оговорили отсутствие каких-либо точных потолочных светильников, за исключением накладных спотов для подсветки рабочей зоны кухонного гарнитура, которые я вам показывал ранее. План теплого пола. В северном городе Котласе климат суровый. Для создания комфортной атмосферы в холодную погоду во всех помещениях предусмотрен монтаж системы электрического теплого пола. На плане теплого пола представлены привязки нагревательных матов и расположение терморегуляторов, которые нам уже встречались на визуализации их помещений. На этом плане показано, что в ванной комнате предусмотрена еще и теплая стена. Заглянем немножко вперед. На листе с развертками стен ванной комнаты показана привязка секции кабельного обогрева. На визуализации ванной комнаты вы не увидите привычного полотенцесушителя. Его функцию выполнит теплая стена, которая хорошо просушивает влажные полотенца. При этом не загромождается пространство помещения. План вентиляции следует читать совместно с планом возведения перегородок, ведь вентиляционные каналы монтируют на начальных стадиях ремонтно-строительных работ. К сожалению, о вентиляции нередко вспоминают, когда завершена чистовая отделка. В наших проектах воздуховоды проложены выше гипсокартонных и натяжных потолков и крепятся к железобетонной плите перекрытия. На плане привязки сантехнических приборов указаны диаметры канализационных и водопроводных выводов, их положение по отношению к стенам и полу, а также расстояние между трубами. Чтобы определить эти параметры, нужно знать, какие конкретно сантехнические приборы будут установлены в вашей квартире. Привязки инженерных выводов и положение сантехнических приборов показаны на развертках стен в ванной комнате, санузлах и кухне. Мы ранее не раз упоминали предметы обстановки ванной комнаты. На визуализации мы видим внушительную чугунную ванну. В изготовленной на заказ тумбе спрятана стиральная машина. На столешнице накладная раковина из речного камня. Таким было пожелание наших заказчиков. Разверки стен нужно еще и для того, чтобы показать раскладку керамогранитных плит. На них видно, как облицовка будет обрамлять двери и сантехнику. На развертках стен кухни показан кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой. Обратите внимание, что здесь нет привычных настенных шкафов, зато у окна установлен большой шкаф высотой от пола до потолка с фасадами из деревянных панелей. Морозильная камера встроена в один из напольных шкафов. Холодильник замыкает кухонный фронт со стороны входа в кухню. Кухонная атрибутика заувалирована. Белая варочная панель и смеситель такого же цвета почти не видны на фоне мраморной столешницы и стены. Островная вытяжка выглядит как арт-объект. Цоколь кухонного гарнитура подсвечивается так же, как и мебель в жилых помещениях. Мы добрались к вишенке на торте, виртуозному решению общественной зоны. Сдержанный дизайн кухонного фронта, сочетание деревянного и каменного декора придает кухне вид общей комнаты, в которую можно и гостей пригласить. В мастер-спальне у застекленного проема создан уголок приват-гостиной. Два очаровательных кресла, изящный столик, трогательный торшер и вазы с сухими зонтичными растениями на фоне каменной стены образуют стильный уютный ансамбль. Высокое зеркало зрительно расширяет застекленный проем и отдаляет гостиную от спальни. Чтобы с удовольствием разместить гостей, к кровати представлен еще один мягкий блок. Все поставленные заказчиком задачи выполнены, дизайн-проект уже воплощается в жизнь и если вы хотите создать свой уникальный дизайн для своей квартиры, то пишите нам на WhatsApp, либо звоните по номеру телефона, указанный под этим видео. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всем пока!